ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В правила дорожного движения включили новый сигнал светофора. Это будет дополнительная секция с изображением пешехода и стрелки белолунного цвета. Смысл предупредить водителя о том, что на пешеходном переходе, в направлении которого он поворачивает, для пешеходов горит зеленый. Данная секция уже используется в некоторых городах, например, в Москве. Однако пока это имеет экспериментальный характер. ТРАССА СТО ОДИН На вторичном рынке легковых автомобилей сменились лидеры. По данным агентства Автостад, в сентябре самым продаваемым авто с пробегом оказался Хёнде Солярис. Вторую строчку занял Киэ Рио. На третье место опустился предыдущий обладатель пальмы первенства Лада Самара Хэтчбэк. Также в первую пятерку попали Форд Фокус и Вазовская Семерка. ТРАССА СТО ОДИН Автоваз запатентовал облик обновленной Лады Веста. Речь идет о модели с приставкой NG New Generation, продажи которой должны стартовать весной следующего года. Машина отличается, к примеру, другими бамперами и фарами. В топовых версиях они будут светодиодными. Внутри установили другую панель, вертикальный планшет мультимедийной системы, блок управления климат-контролем от Рено Аркана. Моторы у Весты останутся прежними, бензиновыми, мощностью 106 либо 113 лошадиных сил. ТРАССА СТООДИН А компания Тесла приступила к серийному выпуску электрического грузовика «Семи». Автомобиль был представлен еще пять лет назад. Первую партию из сотни тягачей получит одна из известнейших транснациональных корпораций. О стоимости новинки информации нет. Она комплектуется четырьмя электродвигателями. Запас хода на первых парах составит чуть более 800 километров. Время разгона до сотни всего 5 секунд. А с 40-тонным прицепом около 20 секунд. ТРАССА СТООДИН Немецкие и австрийские ученые задались целью максимально уменьшить шум от автомагистралей. Результатом их совместной работы стал стеклянный шумозащитный экран, изготовленный с применением виброакустических материалов. Разработчики уверяют, что за пределами экрана уровень шума не превышает 20 децибелов, сопоставимо с тихим шепотом. Но это результаты лабораторных испытаний. Теперь перед специалистами стоит задача протестировать экран в условиях оживленной трассы. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА-101. До свидания. ТРАССА-101 ТРАССА-101